Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И напомню, что в этом году Московская область отмечает свое 90-летие. Поэтому в нашей программе мы тоже вспоминаем все самое лучшее, что хранит история Московской области и бросаем мостик из прошлого с помощью настоящего и еще даже и в будущее. И сегодня у нас здесь в студии очень интересные гости, которые помогут нам вспомнить замечательные спортивные страницы Московской области. Это главный тренер команды «Торкмаш» Анатолий Михайлович Ильиченков, президент в свое время футбольного клуба «Торкмаш» и Владимир Петрович Малахов, президент ветеранов футбольного клуба «Торпедолюберцы». Здравствуйте. Добрый день. Вопрос вот какой. Дело в том, что мы не просто так пригласили наших гостей, и действительно такое совпадение. 90-летие Московской области. И 30 лет тому назад, еще в советское время, футбольный клуб «Торкмаш» неожиданно, может быть, для кого-то, но ожидаемо, возможно, для тех, кто принимал участие в этой команде, выиграл первенство РСФСР и продвинулся далее во вторую футбольную лигу. Всесоюзную. Всесоюзную, да. Союзы СССР, как тогда говорили. Вот. Ну а там, глядишь, может быть, дело дошло и до высшей лиги. Но все это уже немножко в прошлом. Тем не менее, это же огромный успех. Расскажите, пожалуйста, что это за команда была, как вам удалось? Ну, начнем с возрождения команды «Торкмаш». В 79-м году собрал футболистов, которые работали на предприятии, на заводе торгового машиностроения. Тренировались, готовились. И в 80-м заявились на первенство Люберецкого района. Сразу не получилось выиграть и стать чемпионами. Но в 81-м году стали чемпионом Люберецкого района среди взрослых команд. Где-то нам было право участвовать в первенстве Московской области. Тогда были популярны общества «Спартак», «Труд», «Урожай». Ну, и вот мы из первого захода уже на сборы даже съездили, представляете, в 82-м году. Приняли участие, и из первого захода мы стали чемпионами области общества «Труд». И где дается право участвовать в первенстве Московской области уже по комитету. По комитету, по второй группе. Ну и... По комитету это имеется в виду... Московская область, Московская область. Но не общество «Труд». Тоже мы чемпионы стали общество «Труд». А теперь по комитету. Ну, мужская команда, как действительно достоинные участники, были призеры в этом году. И стали победители даже, не только там призеры, победители. Где-то давно было право участвовать в первой лиге чемпионата Московской области. Ну и за эти годы, где мы участвовали, мужская команда практически занимала всегда призовые места. Ниже пятого не опускались. В пятерке. Да. И в 88-м году впервые команда стала чемпионой области. И впервые, не проигравши ни одной игры, стала победителем и дано было право участвовать в чемпионате России. На следующий год, в 89-м. РСФСР. Совершенно верно. Где приняло... Представляете, там множество команд в чемпионате России. А вот я-то, кстати, вот сразу же... Понятно, что путь пройден сумасшедшим. Не дрейфили-то. Но одно дело, знаете, тут сыграем. Тут, потом еще говорите, не проиграв ни одного матча. Да, да. И до сегодняшнего дня я не помню ни одной команды в Московской области, что прошла турнир без поражения. У нас было три ничьи со Стопина. Там себе там 0-0 и 1-1. А так всех побеждали. И мы достойно заняли первое место с большим отрывом. Так, и дальше СФСР. Но, что характерно, с 82-го года, как стали принимать участие в первенстве Московской области по обществу ТРО, руководство предприятия шло навстречу во всем. И в те времена, в советское время, да, принимали социальные обязательства. Может так выразиться, да. И даже у спортсмена. Прибедите поездка за границу. Вы представляете, с 83-го года мы уже стали путешествовать. Где были? Ездили в Болгарии, в Венрии, в Румынии, в Германии. Вы представляете? Все с отстанами. Да, совершенно верно. И потом уже, даже в 91-м году, в 91-м году, когда была команда мастеров, мы поехали в марте вместе в Финляндию, а в июне во Францию. Это все команда, где руководство шло на встречу во всем. Поэтому ребята стремились, повышали свое спортивное мастерство, естественно, и добивались хороших успехов. Вернемся к команде Торгмаш, да. В 89-м году победил всех и в финале Псков, присутствие 8000 зрителей Псковя. Ну, круг почета, круг почета. А мы приехали на таком автобусе, автосанера, расписано, Тарамаш любится. Болельщики все смотрели, ох, кали да ах, кали. Это коллектив физкультуры. Это не то, что команда мастеров была, а коллектив физкультуры. Не забывайте, что это же время еще какое было. Либера, все дела. Да, то есть особый город. И гордились в этом плане, не отрицаю, гордились. И в 90-м году вторая лига команды мастеров, где действительно там уже было штатное расписание. Я как главный тренер взял помощника себе, тренера, начальника команды, врача взял. И все по-настоящему. Административно, совершенно верно. И у нас было в нашей зоне 18 команд. Три молдавских команды, Фалешти, Тирасполь и Бендеры. И одна команда с Белоруссией, Гомель. И мы там сразу же восьмое место. Ну, Советский Союз, все, чемпионат. Мы еще вернемся. Я понимаю, что у Анатолия Михайловича воспоминания миллион. Но давайте мы пытаемся к нашему разговору подключить Владимира Петровича Малахова, который у нас, напомню, президент ветерана футбольного клуба «Торпедо». Что, действительно клево тогда вот все это произошло, неожиданно? Потому что, ну, Люберцы, да, сейчас городской округ, тогда город. И вдруг чемпионат всей Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Конечно, это было знаковое событие. Вот, потому что добиться такого, победить там финальной пульки, вот, и выйти во вторую лигу, это для города Люберцы очень было знаковое все. Как раз вот Анатолий Михайлович сказал, ну, это был Советский Союз, жили мы в другой стране, будем говорить. И по-другому жили. По-другому жили, да. Надо отдать должное, вот он сказал, руководству, там Владимир Григорьевич Ключкин, директор завода был, он оказывал, ну, любил футбол, всячески оказывал поддержку, вот, команда и на сборы ездила, и так, и так, и, в общем... Ну, экипировки помогали, наверное, да, форму, все было, да. В этом не обсуждалось. Самая лучшая форма. Ходил народ, и стадион построили на улице Кирова. Сейчас уже кому лет по 20, и не помню, что там был стадион, там вот сейчас «Самоцветы» называется, три дома застроили. А тогда дали территорию, вот, Анатолий Михайлович начинал с нуля, вместе с ребятами, с футболистами строили, построили стадион, ходили зрители, это было здорово и приятно. В общем, город гордился командой, и болельщиков было очень много. Вот, ну, а потом, все времена, когда наступило у нас, эти, начало 90-х... Перестройка перестройки. Да, завод потихонечку начал угасать, вот, чему помогал, но потом вот Михайлович боролся как мог, там, два пришествия было, играли все равно, в 2003 или 2004, Михайлович, последний раз играли. Мы 99-м. 99-м, еще 2003-м. 99-м, за неуплату заявочного взноса, команду чемпионата сняли. Нужно было 190 тысяч найти, чтобы заявить команду, хотя Толстых разрешил, и мы не доиграли две игры. Толстых – это президент, по правилам. Просто они все наши телезрители знают, да. И у нас там два тура у себя, если мы эти две игры вырвем, мы могли бы войти где-то в шестой-седьмой быть в то время, а денег не было, чтобы заявиться. Мне Толстых дал, говорится, поблажечку в этом плане, дал возможность играть, да, и вот мы играли, я все верил. В эту надежду, что все-таки город проникся, с пониманием отнесется, да, и заплатит. Но не получилось. И команду сняли с чемпионата России. То есть сейчас команды… Нету, нету. То есть одна из истории. А что, кстати, произошло с участниками вот этого финального матча? Ну, в связи с тем, что город отказался от команды, завод чуть-чуть немножко помогал, немножко ОВД в лице Юрия Ивановича Юхмана помогал немножко. Ну, я держал команду еще три года и участвовал в чемпионате Московской области среди коллектива физкультуры. Ну, а жизнь все труднее, труднее, труднее. Но уже ребятам все-таки на контрактах нужно было и зарплату выдавать, и премиально давать. Поэтому три года я скрипел, скрипел. Потом, думаю, все уже. Помощи ждать не от кого. Хорошо. И я, так честно, положа руку на сердце, продал футбольный клуб и с ребятами рассчитался. Со всеми. И зарплаты и премиальные. Планируется какая-то встреча, посвященная этому событию? Именно к какому событию? Ну, 30 лет ему назад, 9, нет, 7 октября, мы играли со «Спартаком», с основным составом. Привозил Олега Ивановича Романцева. Мы сырали достойно, честно скажу. Зрители было достаточно, почти трибуна. Да, и проиграли 4-1. Он даже с этой командой, он приглашал к себе в «Спартак» Казакова и Вячеслава Трушкина. Но испугались, испугались, и не поехали на базу «Спартака». Не поехали. Но два человека, они были достойны того, чтобы играть со «Спартаком». И мы выглядели неплохо. Вот тогда была действительно команда приличная. Там Родионов, Черенковов. Говорил, там команда была здоровая. Ну, и достойно мы таким счетом проиграли 4-1. А сейчас хотим взять реванш. Ну вот, я так понимаю, что этот матч будет посвящен именно этому событию. Расскажите о нем подробно. Посвящен 30-летию игры «Тарамаша» и «Спартака» московского. С остальным составом. Это юбилей-1. И второй юбилей. 30 лет, как чемпионы Российской Федерации, среди коллективской культуры, стал «Тарамаш». Вот два события. А приурочен? На центральном стадионе, в городском, в нашем центральном стадионе. Называется «Торпеда», по-моему, да? Или городской. Ну, а кто в команде? Будет кто-то из этого золотого состава? У нас золотого будет 7 человек. 7 человек. Потому что кое-кто траммерно. Кто-то уже отошел от футбола, занялся бизнесом. А 7 человек, которые действующие, еще играют за ветеранов, за 50-е старше. Поэтому они будут и примут участие. В программках это все будет опубликовано, написано. Ну, естественно, мы уже третий раз. Мы первый раз играли с ветеранами «Спартака». В 83-м году в «Айс-3-й» из «Рали-0-0». Там играл Деметьев, Нета. Там много тех игроков. Из тех времен. Вспоминаем все, что касается городского округа Люберцы. И напомню, что 30 лет тому назад команда города тогда Люберцы стала участником чемпионата РСФСР, которая, собственно говоря, выиграла этот чемпионат и попала во вторую лигу футбольного СССР. У нас в студии люди, которые имеют к этому непосредственное отношение. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, после чего вернемся и продолжим. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Программа, напомню, посвящена 90-летию Московской области. И сегодня в рамках этого 90-летия мы вспоминаем собственное 30-летие, которое особо, наверное, дорого участникам нашего сегодняшнего разговора. Это Анатолий Михайлович Лещенков, главный тренер команды «Торкмаш», которая 30 лет тому назад стала победителем чемпионата РСФСР по футболу, вышла во вторую лигу СССР. Он был президентом футбольного клуба «Торкмаш». А также в студии у нас Владимир Петрович Малахов, президент ветерана футбольного клуба «Торпеда Люберца». И я так понимаю, что еще одно 30-летие вписывается в наш разговор. Это матч со «Спартаком». Скажите, пожалуйста, я хотел бы, отталкиваясь от прошлого, поговорить о сегодняшнем футболе. Понятно, что у футбола свои традиции, и, к сожалению, век футболиста, он, собственно говоря, недолог. Здорово, когда ветераны сохраняют свои боевые, скажем так, кондиции и продолжают играть в футбол. Но все-таки какая-то преемственность сегодня в городском округе Люберца существует. Что у нас сейчас с футболом? Ну, после «Торгмаша» еще я пригласил тренера Тукача, Валерия Николаевича. Николаевич, да, Валерия Николаевича. Ну, это действительно фанат своей профессии. И он традиции эти поддержал, возглавил футбольный клуб. И после распада «Торгмаша» он возглавил звезду, которая еще и тоже принимала участие на стадионе. И детские команды там и проводили турниры, и провожали московские команды. А там же и появился Яковлев, Паша. Это наш Люберецкий, который играл потом в «Спартаке». Много детей стало заниматься. Ну, а когда случилось вот это несчастье, которое со стадионом, да, и его не стало, тогда и не стало и «Торгмаша». И «Торгмаша», понимаете? Ну, я сейчас немножечко допомнил у меня Анатолия Михайловича. Правильно он сказал, что когда команда «Торгмаша» прекратила свое существование, ребята там были очень серьезного уровня, играли. Они вот, слава Трушкин, он играл и в Тюмени, и в «Арсенале» Тули играл. Животникову в «Торпедо Москва», потом ушел. Валера Лихобабенко в «Динамо Москва» играл. Потом в «Анжи». Это все высшая лига Советского Союза. Ну, уже тогда России. «Ероссимов» в «ЦСК». «Ероссимов» в «Сашево ЦСК» играл. В «Шейники» в «Ярославле». Ну, много ребят. Разлетелись по команду. Ну, все равно это уровень Люберецкого футбола. Люберецкий футбол настолько богат талантами, мы много можем перечислять. Вот. А Товкоч Валера, как раз он, еще будучи молодым, начинал вот тогда при Михайловиче Тарагмаше. Потом, когда стадион исчез, ему оказали помощь. Он сам фанат этого дела. Он Валерию Николаевичу, Товкочу, надо низко поклониться. Потому что, ну, будем говорить, детский футбол сохранил, это его заслуга. Вот. И мы как раз все ему там, ну, где-то кто-то чем-то мог помогать. Вот. И он тогда возглавил звезду. Сначала здесь у нас, в гарнизоне, потом перебрался на стадион «Искра». Там сейчас занимаются детишки всех возрастов. Вот. А я как раз, уже у нас ветеранское движение было. В 99-м году у меня такие друзья были уже, по ветеранам мы играли, первенствовали в Берецкого район. Все уже закончили. Такие великие, как у нас играли Федя Черенкова, и мои друзья Юра Суслопаров, Юра Гаврилов. Вот. И это было радостное событие. Мы сюда даже на Таргмаше привлекали ветеранов Спартака уже по ветеранскому движению. Но в 2004 году мы прямо на стадионе Таргмаш были матч ветераны Берецкого района и Спартак. Вот там все эти ребята. Для нас было за честь с таким человеком, как Федор Черенков играть. Это наш человек прославлено не только Спартак, но и страну, которую отдал столько лет футболу. И, будем говорить, по значимости, это один из величайших игроков Советского Союза. Вот. И мы как раз создали, ну, я в частности, как бы там при помощи Владимира Яковлевского скорой был, но они уже бизнесмены, пошли дрывать. Он когда узнал, что такие друзья, как у меня, Родионов, Черенков, Гаврилов, он помог, создал фонд Родионов-Черенкова, который я возглавил. И мы проводили по всей стране детские турниры. Не только здесь, в Москве все. И вот Валера Толкоч, не дать соврать, ну, так как детский футбол, я начал люберцы на все соревнования тоже всегда звонить. И так детишки люберецкие, они много где играли, выезжали тоже там в Анапу, на Черное море, занимались там, и турниры проходили. И потихонечку становилось становление вот этой звезды. Толкоч это все сделал. Ну, а потом со Спартаком дружба такая завязалась, раз у меня все спартаковцы друзья, и много друзей, и со всеми знакомы, и с Олегом Ивановичем Романцевым, тоже наш один из великих тренеров, многократный чемпион из Советского Союза и России. Вот. И мы с ними поддерживали связь, всегда здесь играли. И поэтому сейчас, приурочивая к 30-летию победы Тармаша, опять же со Спартаком договорились сыграть, вспомнить молодость. Хорошо. Ну, да, кто приедет? Приедет сам Олег Иванович, будет возглавлять Спартак, плюс там Гаврилов, Шавлова, Кеченов, Холестов, Коутун, ну, люди разных поколений. Шмаров, Коушмаров. Шмаров 80-90-х, да, да, да. Вот, так что очень будет... Хорошо, ну, это дань тому, что происходило тогда. Можем сказать сегодня, что в городском округе Люберцы есть своя футбольная команда? Или не можем пока так сказать? Есть, есть, можем сказать. В том году у нас очень приличная команда была, мы заняли в прошлом году наши ФК Люберцы. Ну, вот видите, времена меняются, название команды, то у нас была в 60-е, 70-е годы Торпеда Люберцы гремела, потом вот конец 80-х и начало 90-х Тарамаш гремел. А теперь у нас ФК Люберцы. И команда тоже достойно выступает. Благодаря, там, глава поддерживал, там, спорткомитет. Это можно перечислить, там, Ружицкий, потому что и в прошлом году, и позапрошлом, он, ну, на серьезном уровне своим замом Сырову и Суркову давал указания, чтобы всячески помогали. Да, и команда в прошлом году, вот Михаил искал, что они были чемпионы Московской. А в прошлом году команда сделала дубль и выиграла и первенство в Московской области, и кубок выиграла. Вот это всего лишь, наверное, третий дубль за историю в Московской области. А дальше-то пойдет команда? Ну, дальше, сейчас в этом году немножко планы подкорректировали, все зависит от финансирования, сейчас времена другие. Но все равно в этом году футбольный клуб Люберца играет на первенство в Московской области. Там в основном все свои воспитанники, ребята молодые. Ну, они довольно... Больше проигрывают. Просто дополнить, что цели и задач такие не ставятся, чтобы выйти дальше во второй дивизион. То есть есть над чем работать? Есть над чем работать? Безусловно. А детский футбол, я говорю, это вот толку, что надо снять перед ним шляпу, звезда на своих, в плане хороший коллектив. Они на первенство в Московской области играют во всех возрастах практически. Во всех турнирах. Во всех турнирах. У нас еще футбольная школа Короскова хорошая. Там ребята тоже играют. Потом также сейчас у нас КДС США здесь на стадионе. Ну, то есть есть шанс, что выходцы из городского Люберца скоро заполонят футбольный клуб. Есть шанс. Ну, мы можем сказать, что ребята, которые выпускники звезды, Столкача, Яковлев играл в Спартаке, в Крыльях, Саверин Хуйбышев. Уже есть и еще будут? Есть, да. И Гелаян, он играл точно тоже наш воспитанник. У нас была Олимпиада, у нас был Чемпионат мира по футболу. К этим событиям было приурочено много даже фильмов художественных, в том числе был футбольный фильм «Тренер», который вы, наверное, тоже смотрели и по-своему как-то к этому относились. Ведь очень важна работа тренера, ну, скажем, на каком-то начальном этапе. Да, есть тренер, который в начале, тренер, который где-то в середине пути у футболиста, и тренер, который уже на какой-то высшей точке. Везде это все по-разному происходит. Но почему, я веду к чему, у нас сегодня как-то так странно получается. Вот вы говорите о том, что футбольный клуб «Люберцы» сегодня не ставит таких глобальных целей, хотя странно, потому что, наверное, цели должны быть всегда глобальны, другое дело, как их выполнять, и тут много других аспектов финансирования в том числе. А, скажем, высшая лига или самая главная, у нас появляются такие футболисты, как Кокорин и Мамаев, например. Не получается так, что где-то мы не финансируем, не помогаем и не тратим действительно необходимые средства для того, чтобы поднять ребят, а где-то мы слишком, ну, когда человек получает какое-то безумное количество денег, ему кажется, что он бога за бороду ухватил. Как вы относитесь вообще к этой вот всей проблеме на примере Кокорина и Мамаева? Ну, конечно, это безобразие, что футболисты получают такие деньги, где взять, например, медицинских работников и спортсменов, но это небо и земля, это никуда не годится, конечно. Но больше внимания уделили бы, конечно, детскому и южному футболу. Я когда был президентом буквально 9 лет, так у меня все бесплатно было. И турниры, соревнования, и тренера получали зарплату. Никто не брал с родителей, никаких денег. А сейчас все на платной основе. Как это? Родители там получают крюки. Не только в футболе. Да все, это ужас. Представляете? Это, конечно, время, время такое. Безобразие. Восьмите, как дети сейчас, вместо того, чтобы пойти заниматься детской спортивной школы, футболом или хоккеем, они в компьютерах играют день и ночь. Это уже болезнь 21 века. Представляете? Завершая наш разговор, мы хотим поздравить вас, конечно, с этим событием. Это здорово, такие вещи не забываются. А уж как говорили раньше советские комментаторы у любителей футбольной статистики, это на корочке, на подсознании записано. Хотим пожелать вам и всем вашим коллегам и ветеранам всего самого доброго. И будем надеяться на то, что те ребята, которые сегодня делают первые шаги в футбольных школах, все-таки когда-нибудь станут звездами футбольного клуба Люберцы или как он будет называться, я не знаю, и футбольный клуб Люберцы станет участником чего же мы будем грехоты чемпионата России по футболу. Москва-то рядом. Что, не можем, что ли? Правда? Совершенно верно. Поэтому, как говорится, без прошлого нет настоящего и будущего. Хорошо, что мы помним. Это поколение торпедов 60-х, 70-х, когда играли и Тарамаш, вот видите, 30 лет уже прошло. 20 лет гегемонии была Тарамаша, 80-е, 90-е годы. Представляете? Может быть, подумать над каким-то игромостановлением. Ну и мы верим, что 22-29 придет множество болельщиков болеть за Люберчан. Спасибо вам большое. Анатолий Михайлович Лещенков, главный тренер команды Торгмаш, которая 30 лет тому назад выиграла чемпионат РСФСР и вышла во вторую лигу советского футбольного, во вторую лигу СССР футбольную. И Владимир Петрович Малахов, президент ветерана футбольного клуба Торпеда Люберцы. Большое вам спасибо за участие в нашей программе, которая была посвящена, напомню, 90-летию Московской области. С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова